Не погибнет Без марки Я закричал отцу и бросился бежать Изо всех сил Но я пробежал в поле дальше И отец оказался возле нее первым Я знаю, что это, сказала мама Но не могу распечатать Распечатай ты Пит, Пит, орал я на бегу Неправда И еще Проклятые япошки Проклятые япошки И это меня схватил отец Крепко держал и боролся со мной Как будто я был не девятилетний мальчишка А взрослый, как он Вот и все Сначала был Пирл-Харбор А через неделю Пит уехал в Мемфис Записался в армию И пошел воевать И вот мама стоит утром У изгороди с крошечным листком бумаги в руке Которым даже огня не разжечь На котором и маркета нет А в нем сказано Не вернулся корабль На нем был ваш сын Мы оплакивали Пита только один день Был апрель Самое горячее время сева И была земля Семьдесят акров Наш хлеб, кров и очаг Земля, которая пережила Гриеров Удобривших ее своим потом Пережила Пита Трудившегося на ней И переживет нас Если мы не предадим ее Потом это случилось опять Мы, наверное, забыли, что это могло случиться И все время случалось с людьми, которые также любили сыновей и братьев, как мы, Пита И будет случаться, пока не пробьет час И все совсем кончится С того дня, как мы прочитали В мемфисской газете и увидели его фотографию Отец каждый раз, как ездил в Мемфис, привозил свежий номер газеты Мы читали имена и видели фотографии В мемфис, как у почтового ящика И только мы во все ее кнопотофе Любили так сильно, что одни имели право Я взял у отца сверток И мы вместе вошли в дом, в кухню, где на столе ждал холодный ужин А мама сидела на пороге в гаснущем свете дня И, держа мутовку в сильной ловкой руке, сбивала масло Когда мы получили известие о Пите, отец не подошел к матери Не подошел он к ней и сейчас Просто скинул на лавку мешок с мукой и протянул ей газету Сын майора Деспейна, сказал он, летчик Осенью приезжал домой в офицерской форме Пишут, спикировал на японский крейсер Они хоть знают, как он погиб Мама еще минуту сбивала масло Потому что даже я видел, масло почти готово Потом встала, пошла вымыть руки, вернулась и опять села «Читай», — сказала она И мы с отцом поняли Она не только все время знала, что это опять случится Но знала, что будет делать в этот раз И в следующий, и во все остальные разы Пока не пробьет час, и все совсем кончится И все скорбящие по земле и богатые и бедные Те, кто живет в красивых белых особняках С десятком слуг негров Те, кто вроде нас, имеет семьдесят акров Далеко не лучше земли и кормится ею И те, у кого ничего нет, кроме права гнуть спину от зари до зари Добывая за день ровно столько, чтобы поесть вечером Все они скажут, был все-таки смысл в нашей скорби Мы покормили и подоили скотину, поужинали Я затопил печь, мама поставила на огонь кастрюлю и чайник, чтобы нагреть побольше воды Я принес из сеней корыты, и пока мама мыла посуду и убирала кухню Мы с отцом сидели на переднем крыльце и сумерничали В декабре, в этот вечерний час, Пит и я ходили за две мили к старику Килигрю Послушать радио про Пирл-Харбор и Манилу Но с тех пор случилось больше, чем Пирл-Харбор и Манила И Пит не ходит больше к старику Килигрю, и я не хожу Ведь никто не скажет нам, где он был, когда его не стало И вместо того, чтобы быть теперь в единственном месте на земле Которое люди, любившие его, могли бы отяжелить камнем Пит есть и пребудет во веки с другими бойцами Не важно, есть он или его нет Так что нам не нужен больше маленький деревянный ящик Который ловит голоса тех, кто видел своими глазами мужество и смерть Потом мама позвала меня на кухню От воды из корыта шел пар На скамейке мыльницы, моя ночная рубаха и полотенце Которое мама шила из старых холщовых мешков Я вымылся, вылил воду из корыта Отнес обратно на кухню, чтобы и мама могла помыться И мы легли спать Утром встали Мама, как всегда, первая Моя чистая белая рубашка, которую я носил по воскресеньям Уже ждала меня вместе с ботинками и носками Которых я не видел с тех пор, как кончились холода Но я натянул старые штаны и понес ботинки на кухню Где мама во вчерашнем платье стояла у плиты и готовила не только завтрак Но и обед для отца Я поставил ботинки у стены рядом с воскресными туфлями мамы И пошел в хлев Мы с отцом подоили и покормили скотину Вернулись в дом и сели завтракать А мама ходила от плиты к столу, покуда мы не поели Тогда и она села А я принес ящик со щетками и гуталином И принялся чистить ботинки Но подошел отец, взял у меня щетку, гуталин и суконку И вычистил обе пары Деспейн богач, сказал он Захочет плюнуть, черномазый скорее миску ему несет А ты гляди, как почистил Одни только носы блестят Тебе, конечно, только носы и видно, но ты и о других думай Мы оделись Я натянул белую рубаху и праздничные штаны До того накрахмаленные, поставь на пол, не упадут Взял носки и пошел на кухню Мама как раз тоже вошла совсем одетая, в шляпе, тоже с носками в руках Взяла у меня носки и вместе со своими положила на стол рядом с начищенными туфлями и ботинками Потом подошла к буфету и достала оттуда сумку Сумка лежала в картонной коробке, на которой все еще пестрел ярлык Сан-Францискского магазина, где Пит купил ее Она была закругленная сверху, с квадратным дном, водонепроницаемая, с ручками То, что надо, наверное Пит это сразу сообразил, когда увидел ее Закрывалась она застежкой молнии, каких мама, да и отец сроду не видели Хотя нет, видели Как-то раз мы втроем зашли в Джефферсоне в мелочную лавку, а там продавались точно такие молнии Я один из всей семьи попробовал, как они действуют Хотя и подумать тогда не мог, что у нас в доме будет когда-нибудь такая молния И вот, когда Пит вынул из картонки сумку, молнию открыл не отец и не мать, а я В сумке лежали трубка и табак для отца и охотничий картуз с фонариком над козырьком для меня А для мамы была сумка Мама закрыла молнию, снова открыла Тут и отец, давай водить туда-сюда, жужжащий замочек Пока мама не запретила ему Она взяла сумку, положила обратно в картонку и послала меня в сарай за бутылкой из-под дезинфекции Вымыла бутылку и пробку кипятком, положила в сумку вместе с чистым, аккуратно сложенным полотенцем И не закрыв молнией, убрала коробку в буфет Все равно открывать, когда сумка с ее содержимым понадобится А молнию надо беречь И вот теперь мама вынула сумку из картонки, из сумки бутылку, налила в нее чистой воды, положила опять в сумку вместе с чистым полотенцем, спрятала туда туфли, ботинки, носки, и мы вышли на дорогу Утро было солнечное, жаркое И стали ждать у почтового ящика, когда придет автобус Это был школьный автобус, я в нем ездил всю прошлую зиму в школу во французовую балку Пит тоже ездил в нем каждый день утром и вечером, пока учился, но сегодня автобус шел в другую сторону, в Джефферсон Он ходил туда только по субботам У почтовых ящиков, и он помчался на полной скорости Вот уже осталось двадцать пять миль, десять, пять, одна Дорога последний раз взмыла вверх, начался асфальт, автобус остановился Мы с мамой вышли и сели на край тротуара Мама открыла сумку, вынула туфли, ботинки, бутылку с водой Мы вымыли ноги, обулись, и мама опять спрятала бутылку и полотенце Потом мы долго шли вдоль чугунной ограды Такой длинной, как будто за ней тянулось хлопковое поле Свернули во двор таких размеров, что ни одной ферме в наших краях с ним не сравнится И пошли по мощенной аллее, широкой и гладкой, не чита нашим улочкам во французовой балке К огромному дому, который показался мне больше ратуши Поднялись по ступеням между колоннами, пересекли веранду, которая запросто могла вместить весь наш дом с пристройками и террасками И постучали в дверь И вот уже все равно, как начищены наши башмаки Раскрылась дверь, сверкнули на секунду белки глаз слуги негра Мелькнула в глубине холла его белая куртка Оступал он неслышно, покошачьи И тотчас исчез, предоставив нам самим решать, какую толкнуть дверь И мы не ошиблись и вошли в гостиную богача, которую могла описать любая женщина во французовой балке И, наверное, во всем округе, до мельчайших подробностей Но которую не видел ни один мужчина Даже те, что приходили с просьбой отсрочить вексель в воскресенье или в будний вечер Когда Деспейн возвращался из банка домой Огромная люстра под потолком, точь-в-точь наша лохань Полная колотого льда В углу позолоченная арфа, такая большая, что в двери амбара и то вряд ли пролезет Зеркало, в которое мог глядеться мужчина, верхом на муле А посредине стол, убранный как гроб На нем флаг конфедерации Фотография сына майора Раскрытая коробка с медалью Поверх флага синеватый пистолет-автомат В изголовье стоял сам майор Деспейн в шляпе Мама назвала себя Он будто не слышал или не сразу понял, кто мы На самом деле он не был майором, его просто так называли Майором был его отец в той давней войне юга и севера А он был банкир, такой богатый и такой важный, что, по словам отца, распоряжался назначением губернаторов и сенаторов даже в Миссисипи И такой старый, ну, просто не верилось, что его сыну было двадцать три И выражения лица у него было сейчас, как у стариков, не бывает А, произнес он наконец, теперь я вспомнил Вам тоже было сказано Пусть ваш сын прольет кровь на алтарь глупости и бездарности Что вам нужно? Ничего, ответила мама Она ни секунды не задержалась в дверях Прошла прямо к столу Нам ничего не нужно, и мы ничего не принесли вам, потому что у нас ничего нет Неправда, — возразил он У вас есть еще один сын А нужен вам совет, данный мне Ступайте и молитесь Не за погибшего, а за того, кто остался, чтобы когда-нибудь, что-нибудь, как-нибудь уберегло вам его Мама даже на него не взглянула Она просто прошла всю огромную с нашим бар комнату, точь в точь как шла домой Оставив у изгороди на краю поля сутки с едой Мы с отцом не могли отлучиться с поля ни на секунду Земля в весеннюю страду не ждет Мой совет проще, — сказала мама Плачьте Она остановилась у стола, но рука, продолжая двигаться, метнулась легко и ловко Майор успел только схватить запястье, и две руки сомкнулись на большом синеватом пистолете Между маленькой железной медалью на пестрой ленте и фотографией на старом полотнище флага Который многие в глаза не видели А кто и увидел, не узнал бы И над всем этим зазвучал совсем не стариковский голос Погиб за родину У него не было родины И у меня нет Его родина и моя была разорена, осквернена, уничтожена восемьдесят лет назад Еще до моего рождения Его праотцы сражались за нее и гибли Хотя то, за что они сражались и что утратили, было всего мечтой А у него и мечты не было Он погиб за мираж Защищая интересы ростовщиков, глупых и алчных политиканов Во славы и процветания организованного рабства Плачьте, повторила мама Плачьте Выборные слуги народа, дрожащие за свои синекуры Обманутые демагогами рабочие, покорные этим же демагогам Стыд? Скорбь? Может ли стыдиться и скорбеть трусость, алчность и добровольное рабство? Всем людям может быть стыдно, сказала мама Все люди могут быть храбры, честны, готовы на жертвы И все могут скорбеть Нужно только время, и в конце концов они научатся и поймут Цена этому еще большая скорбь, чем ваша и моя И будет еще много скорби Но конец наступит Когда? Когда всех молодых перебьют? Ради чего тогда жить? Знаю, сказала мама, знаю И наш Питт был очень молод Не ему умирать И вот я увидел, что руки у них разомкнуты Деспейн опять стоит выпрямившись А ненужный больше пистолет в руке у мамы На секунду мне показалось, что она хочет раскрыть сумку и вынуть полотенце Но она положила пистолет обратно на стол и шагнула к майору Вынула из его нагрудного кармана носовой платок, ложила ему в руку и отступила назад Ну вот, сказала она, плачьте Не о нем, а о нас, стариках, которые не понимают, зачем все это Как зовут вашего негра? Деспейн не ответил И не поднес платка к лицу Он просто стоял и держал его в руке, точно не почувствовал, что ему что-то дали Или не понял, что это А нас, стариках, повторил он Вы смирились Вы живете с этим уже три месяца И вы уже знаете А у меня это случилось вчера Научите меня Я не знаю, сказала мама Может быть, женщинам и не надо знать, ради чего их сыновья погибают в сражениях Может, им дано только скорбеть Но мой сын знал, ради чего Мой брат ушел воевать, когда я была девочкой И мать тоже не знала, ради чего, а он знал Мой дед тоже был на войне, и его мать, наверное, тоже не понимала А мой сын понимал, зачем он идет Знал, что я знаю, что он понимает Хотя сама не понимаю Да еще он знал, что вот этот ребенок и я, мы оба знаем Ему не вернуться Но он-то понимал, зачем идти А я не понимаю Не могу понять и никогда не смогу Так что все, наверное, правильно, даже если я и не понимаю Ведь все, что в нем было, вложили мы с отцом Как зовут вашего негра? И тогда он сказал И негр, значит, был где-то рядом Хотя, когда он вошел, майор Деспейн уже стоял спиной к двери Он не обернулся, просто указал рукой на стол Той, в которую мама вложила платок И негр пошел к столу Шаги у него были тихие, кошачьи Ни секунды не медля, ни на кого не глядя Мне показалось, даже не дойдя до стола Он повернул и пошел обратно Легкий взмах черной руки в белом рукаве И пистолет исчез Я даже не заметил, как он взял его И когда он шел мимо меня к двери Я смотрел на него во все глаза Но так и не понял, куда он дел пистолет Мама дважды позвала меня, пока я очнулся Идем, сказала она Подождите, сказал майор Деспейн Он снова повернулся к нам лицом Что вы с отцом вложили в него? Вы должны знать Знаю только, что это родилось давно Пришло к нам издалека И видно, замешано было на крепких дрожжах Потому что крепости Хватило на внуков и правнуков Значит, все правильно Раз Пит ради этого пошел умирать По собственной воле Идем, снова сказала она Подождите, сказал Деспейн Подождите, откуда вы приехали? Мама остановилась Я уже сказала, из французовой балки Знаю На чем вы приехали? На попутном фургоне? У вас ведь своей машины нет? Нет, сказала мама Мы приехали на автобусе мистера Куйка Он по субботам ходит в город Но обратно уходит вечером Вас отвезет моя машина Он опять позвал негра Но мама остановила его Спасибо, сказала она Мы заплатили вперед За обратную дорогу Так что мистер Куйк отвезет нас Одна старая, очень богатая дама Которая родилась и выросла в Джефферсоне А умерла далеко на севере Оставила городу деньги Чтобы построили музей Это был дом, похожий на церковь Выстроенный только за тем Чтобы хранить в нем картины Собранные ею самой Во всех уголках Соединенных Штатов Картины рисовали художники Которым так полюбились места Где они родились Или просто жили Что они захотели нарисовать их Пусть и другие люди Увидят их и полюбят На картинах были дети Женщины и мужчины Дома, улицы, города, леса, поля, реки Словом, все, что было их жизнью Работой и радостью И все другие люди Например, мы с мамой Из французовой балки И даже из местечка меньшего Чем французова балка В нашем округе Или где-нибудь еще Могли бесплатно прийти сюда В прохладную тишину И смотреть сколько душе угодно На этих мужчин Женщин, детей Которые так похожи на нас Только у них другие дома и амбары И землю они пашут не так И другие цветы и деревья Растут в их краю Когда мы вышли из музея Было уже поздно Еще позже подошли к автобусу И совсем поздно покатили обратно Зато мы не опоздали И даже успели разуться Очень долго не шла миссис Куик И салону пришлось ждать ее Он не поглядел бы, что это его жена Но она уплатила 25 центов За субботнюю поездку в город И обратно На его автобусе есть денег Что выручал от продажи яиц А он не мог уехать Оставив в городе Хоть одного пассажира Уплатившего за проезд И хотя автобус опять мчался Очень быстро Когда дорога спрямилась Наконец в длинную ленту шоссе Все небо над Америкой Прочертили тонкие закатные лучи Сходившиеся к Тихому океану Они тихо сияли над всей землей Так полюбившиеся людям Чьи картины висели в музее А мы даже не знали их имен И небо, прочерченное лучами спицами Было как огромное Тихо гаснущее колесо И мне вспомнилось вдруг Как отец Всегда ставил нам спитом В пример нашего деда Корил нас за то, что мы Чего-то не сделали А должны были, по его мнению, сделать Или отговаривал, разузнав о наших планах От какой-нибудь очередной проделки В том и другом случае он говорил Дед ваш так бы не поступил Я помнил деда Вернее, это был дед отца Он был такой старый Не верилось, что люди могут так долго жить Как будто он был родной брат патриархов Из бытия и исхода Которые лицом к лицу говорили с Богом И он их всех, кроме Бога, пережил Такой старый, что казалось, он просто не мог Сражаться в той давней войне Юга и Севера Хотя он об этом одном и толковал И когда бодрствовал И когда мы наверняка знали, что он спит Так что в конце концов мы уже перестали Различать, спит он или нет Он обычно сидел в кресле под шелкобицей Или на солнечной стороне террасы Или у очага Иногда вскакивал с кресла Но это не значило, что он не спит Вскакивал и выкрикивал «Эй! Эй! Тревога!» И мы не могли понять, спит он или проснулся Он выкрикивал имена северян и южан И не только солдат Форест, Морган, Эй Плинкольн, Ван Дорн, Грант А то даже полковник Сарторис Чьи потомки до сих пор жили в наших краях А то еще Роза Миллард Теща полковника Сарториса Которая не подпускала к дому ни одного янки Ни одного саквояжника Все четыре года войны Покуда Сарторис не вернулся домой Пит только смеялся А нам с отцом было стыдно Мы не знали, как к этому относится мама И вообще ничего не понимали до одного случая в кино Это был длинный ковбойский фильм с продолжениями Мне казалось, он идет по субботам в кинотеатре Вот уже много лет Пит, отец и я каждую субботу Ездили в город смотреть продолжения Иногда с нами ездила мама Она сидела в темноте зала А на экране полили из пистолетов Неслись во весь опор кони Чудилось, сейчас беглеца настигнут Но нет, он уходил, конечно А в следующую субботу опять погоня И в следующую А всю неделю мы с Питом мечтаем Он о пистолете с рукояткой Выложенный перламутром А я о караковом жеребце героя Однажды мама решила взять с собой деда Дед сидел между мамой и мной И сразу заснул Он был такой старый, что не храпел А спал тихо-тихо, пока на экран Не вылетела конница Появлялась она всегда в одно время По субботам можно было ставить по ней часы Кони мчались по склону горы Свернули, понеслись по ущелью Еще миг и они ринутся в зал И поскочут среди белеющих в темноте лиц Как початки на кукурузном поле И дед проснулся Он весь напрягся и замер Даже я ощутил, как он напрягся Потом он сказал Конница Потом вскочил на ноги «Форест!» — закричал он «Бэтфорд Форест! Прочь с дороги! Прочь!» И стал пробираться между рядами Хватаясь за что и за кого попало Наконец он вырвался И бросился к выходу Вопя на ходу «Форест! Форест! Это он! Прочь с дороги!» Мы побежали за ним Но дед был уже на улице Ослепленный светом Не досмотрев половины фильма Он жмурился и дрожал, а Пит, упершись руками в стену Как будто ему вдруг стало плохо Хохотал до упаду Отец стряс деда за локоть и говорил «Старый дурень! Вот старый дурень!» Пока мама не велела ему замолчать Почти на руках мы потащили его в переулок Где был привязан наш фургон И усадили его Мама села рядом Взяла его руку в свою И держала, покуда он не перестал дрожать «Принеси ему пиво!» Сказала она отцу «Еще пиво ему!» Сказал отец Старый дурень выставил себя На посмешище перед всем городом «Иди, принеси ему пиво!» Сказала мама «Он будет сидеть здесь в своем фургоне И пить пиво! Скорее!» И отец принес Мама взяла бутылку и держала Пока рука деда не ухватила ее покрепче Вот он сделал хороший глоток Почти перестал дрожать и выдохнул «Ах!» Снова глотнул Выпростал руку из маминой Совсем перестал дрожать И начал пить мелкими глотками Приговаривая «А-а-а!» Остановился Опять немного Отпил Опять хакнул На бутылку он не глядел А озирался по сторонам И глаза его, когда он мигал, поблескивали «Сами вы дурни!» Закричал обама на отца На Пита и на меня Ни от кого он не убегал Он бежал впереди всех Крича всем этим болванам Чтобы они береглись Потому что наступали люди лучшие, чем они И даже семьдесят пять лет спустя Все еще могучие, все еще опасные Я тоже их знал Видел их Хотя за всю жизнь Не уезжал из французовой балки дальше, чем на расстояние Полдня пути Это как небесный свод, на котором тихо догорают лучи спицы Как будто тонкие нити протянулись из крохотного поселка Который даже не обозначен на карте И не больше двухсот человек знают, что называется он Французова балка И еще столько же, что у него вообще есть название Протянулись по всей земле к большим городам и маленьким деревушкам Которые так полюбились людям, в них живущим И тем, кто умеет рисовать с них картины И кто не умеет К мирным и уютным местечкам, когда мира в них не было К далекому прошлому К подвигам, возвратившим мир К людям, шедшим на подвиги Они все вынесли и выстояли Сражались, терпели поражение И снова сражались, не зная, что их дело проиграно Они покоряли горы Проходили прерии и пустыни И вместе с ним росла А раздавалась вширь страна Я знал их Все еще могучие семьдесят пять лет спустя И дважды семьдесят пять И во все грядущие годы Все еще могучие Все еще опасные Рвущиеся на запад, восток, север, юг И вот все, за что они сражались И ради чего гибли Слилось в одно слово Прогремевшее, как гром Это слово Америка И оно объяло всю эту землю